В поселениях района продолжаются отчетные сессии советов, на которых главы сельских администраций отчитываются перед депутатами и жителями о проделанной работе в 2021 году. Об итогах работы Маевского сельского поселения смотрите в следующем материале выпуска. В сессии совета Маевского сельского поселения приняли участие депутаты, представители общественности, жители. С отчетным докладом выступил глава поселения Андрей Дмитриченко, который отметил, что в минувшем году, несмотря на все сложности, связанные с ограничительными мерами в связи с коронавирусом, администрация сделала очень многое. Он рассказал о наиболее значимых проблемах, которые удалось решить за прошлый год. Особое внимание, как всегда, было дорогам. Больше 10 улиц только щебнем засыпали. Сделали спортивную площадку возле парка, сделали спортивную площадку возле стадиона нашего, построили стадион. Проведена, в принципе, огромная работа, благоустроили территорию возле школы. Ну, я считаю, все равно это мало, и надо стараться больше и больше. В этом году у нас более амбициозные планы. Благодаря тесному взаимодействию с жителями удается поддерживать наведение порядка около домовладений. Трудно переоценить и роль казачества в реализации всех позитивных начинаний. Я хочу поблагодарить казачество наше. Оно действительно нам помогает. И главное дело в том, что авторитет казачества все-таки на куторах большой. И этот авторитет поддерживает и администрацию майорского сельского поселения. То есть мы находим точки соприкосновения, и как бы у нас нет разногласий в этом. Если мы строим парк, то мы вместе принимаем решение. Если мы делаем площадку, то вместе делаем поспешение. И все какие-то вопросы, возникающие в казачестве, администрация всегда их поддерживает. Амбициозные планы, по выражению главы поселения, на ближайшее будущее имеют под собой вполне обоснованную экономическую подоплеку и трезвый расчет. И они должны осуществиться. В этом году у нас большие планы и парк на Маевском, и установить фонтан хочется, и хочется сделать спортивную детскую площадку, открыть тир для молодежного патриотического клуба. Ну, как бы желание есть, будем делать. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что в поселении слаженно работает одна дружная команда, которая правильно понимает, на что нужно обращать внимание в своей работе. Я считаю, что здесь работает дружная команда в лице команды главы Андрея Евгеньевича, депутатского корпуса, актива, руководителей предприятий, руководителей социальной сферы, которая здесь находится, казачество. Это чувствуется, потому что, ну вот я так послушал, посмотрел, мне есть чем сравнить, потому что в Славянском районе 15, одно городское, 14 сельских поселений. И вы, наверное, видите, ну многое делается, да, то есть много делается и серьезных объектов, и много делается по мелочам, как мы говорим, но в нашей работе мелочей не бывает. Роман Синеговский рассказал об основных итогах социально-экономического развития района за минувший год. В прошлом году был закончен капитальный ремонт исторического памятника дома купца Мазепы, где заработала детская художественная школа. Начал действовать межрайонный региональный сосудистый центр в Славянской ЦРБ. Там же идет ремонт травматологии и хирургии. Завершается строительство современного центра единоборств, строится детский сад на 320 мест возле новой школы и универсальная спортплощадка возле легкоатлетического манежа Олимпийц. Заканчивается капитальный ремонт детского сада в хуторе Сербин. Готовится проект на строительство там же нового корпуса на 60 мест. Ежегодно обновляются воинские мемориалы и строятся новые памятники. В ходе открытой сессии жители смогли задать интересующие их вопросы. А интересовало их прежде всего повышение качества дорожного покрытия и поддержание санитарного порядка. На свои вопросы они получили подробные ответы. Собравшиеся на отчетную сессию жители поселения положительно воспринимают все изменения к лучшему, которые происходят на их глазах. Чтобы было стремление идти дальше, не останавливаться на достигнутом, работа действительно, как вы, Роман, сказали, она не заканчивается. Ее лопатить, лопатить, не перелопатить. Мы видим, что и район в лучшую сторону меняется, то есть и жить комфортнее становится, наши кутора становятся краше. По итогам отчета, работа главы и администрации Маевского сельского поселения депутатами и жителями признана удовлетворительной. За последнее время в поселении происходят зримые улучшения. И это видят местные жители, что их, конечно, настраивает на оптимистический лад. У нас проводится очень большая работа по благоустройству наших куторов, в отношении культуры, в отношении всех сфер жизни. Очень большая заслуга главы нашего поселения в том, что он собрал команду единомышленников. И все депутаты, казачество, все активные люди, вся администрация идут к одной общей цели. Это улучшение жизни наших куторян. В 2021 году проведено благоустройство прилегающей территории, проведены капитальный ремонт библиотеки, кабинетов, помещений. Приобретена новая мебель, укреплена материально-техническая база. На данный момент сельский клуб «Центр» стал центром притяжения, стал комфортным, современным и уютным. Современной стала наша казачья мастерская, приобретены выжигатели, столярные инструменты. Мы стараемся уделить нашим жителям большое внимание. Неподдельное внимание к нуждам селян со стороны общественности и местных властей очевидно. И это внушает твердую уверенность, что серьезные работы по благоустройству будут продолжены. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».